Всем привет, друзья! Вы попали на канал Лилия Ред Фокс. Сегодня я хочу поделиться с вами результатами социологического опроса, который провел Институт Инса, специально для издания Bild Amzontag. Итак, немцам было задано несколько вопросов в отношении войны в Украине и интеграции украинцев в Германию. Дата публикации статьи 25 февраля 2024 год. Но для начала хочу сделать короткое отступление и объяснить один момент. Я думаю, мы должны правильно понимать, почему проводят такие опросы. Смотрите, мы, украинцы, приехали в Германию. Здесь основная нация – это немцы. Естественно, это их страна. Здесь они живут, растят своих детей, строят свои дома, работают и так далее. Каждая нация переживает за свою страну и, естественно, хочет жить в лучших условиях. Поэтому, когда приехали украинцы, у немцев были какие-то ожидания. Ведь, согласитесь, когда одна нация принимает другую, всегда нормально это ожидать, что что-то изменится. Поэтому спустя два года можно провести подобный опрос и увидеть, что же думают и чувствуют немцы. Ну и давайте посмотрим, какие же были ответы. На вопрос, боитесь ли вы, что война в Украине может распространиться на территорию НАТО, утвердительно ответили 61%. Отрицательно ответили 31% и 8% не дали ответа. Причем интересно, что страх значительно больше на Западе, чем на Востоке. Дальше. Большинство против поставки ракет в Таурус – 49%. И 16% воздержались от ответа. За выступают 35%. Ну и теперь давайте посмотрим, что же думают немцы об интеграции украинцев. А после я скажу то, что я знаю лично сама и что слышу от немцев. Федеральное правительство предоставило украинским беженцам немедленный доступ к деньгам граждан. В лучшем положении, чем те, кто ищет защиты в других странах. Итак, 49% опрошенных янца считают, что беженцы получают слишком много поддержки. И только 5% говорят, что этого слишком мало. 35% считают помощь адекватной, но нет информации от 11% опрошенных. По мнению немцев, ни одна другая страна Европейского Союза не предлагает подобные услуги, в связи с чем там на рынок труда попало гораздо больше беженцев. Итоги интеграции через 2 года также неоднозначны. 28% считают, что интеграция прошла отчасти успешно. 51% считают интеграцию отчасти неудачной. И 21% не дали ответа. Также, что лично мне говорят и то, что немцы ожидали, так это то, что большая часть украинцев пойдет на работу. То, что многие украинцы не работают до сих пор, вызывает удивление. Также есть информация, что сначала те люди, которые отдают свое жилье под сдачу в госорганы, стали охотно принимать украинцев. И просили заселить именно украинцев. Но спустя время просили украинцев выселить и заселить любые другие нации. Причину мне не рассказывали, но я также много раз слышала, что украинцы очень требовательны. Постоянно есть какие-то запросы, то нужно сделать ремонт, то купить новую кухню, окна, двери поменять и так далее. Также есть немцы, которые сразу по приезду украинцев стали волонтерами. Организовали гуманитарную помощь и помогали украинцам. Так вот, многие столкнулись с тем, что украинцы отказывались брать бэушные вещи, а просили купить им все новое. Также, по мнению немцев, украинцы достаточно шумная нация. В автобусах, в магазинах можно услышать громкие разговоры, перекрикивания через весь магазин и так далее. Из положительного все-таки есть и та часть немцев, которые довольны тем, что в их домах и квартирах живут именно украинцы. И при освобождении квартиры просят социальные службы заселить в них именно украинцев. Те, кто столкнулся на работе с украинцами, также говорят, что работают украинцы очень хорошо. Все делают быстро и четко, нет жалоб и нет каких-то высоких требований. Ну и также хочу добавить, что есть еще информация о том, что немцы были крайне удивлены, когда украинцы стали ездить в отпуск назад в Украину. Были разговоры, что это первая категория беженцев, которая так поступает. Я вам скажу, что это не так. Были в Германии уже такие беженцы и были тоже об этом статьи в интернете, это несложно найти и все прочитать. Ну вот, если рассматривать вопрос интеграции с точки украинцев, то я довольно часто слышу, читая комментарии о том, что украинцы не совсем понимают, почему они должны интегрироваться в Германии. Почему они должны учить язык и тем более сдавать экзамен жизни в Германии. Многие утверждают, что сразу после окончания войны вернутся к себе домой и им просто нет смысла интегрироваться в другой стране. Поэтому вот такая информация у меня есть, друзья, на сегодняшний день. Пишите свое мнение об этом, что вы думаете. Вопрос интеграции довольно непростой, мнения разные. Поэтому оставляйте свои комментарии и не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Всем желаю хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока.